Ну, довольствие дают мне. Я без дела не могу сидеть. Разукрашки как антистресс. Это зимнее увлечение Фериде Усмановой. Если не знаете, что подарить бабушке, возьмите цветные карандаши и раскраски. Точно не ошибетесь, шутят дети. 21 января Фериде Хартана исполнилось 95 лет. Сейчас я считаю себя счастливой. Но то, что я пережила, не хочется даже вспоминать. Я ни минуты не сидела и двор людям подметала. Кому вещи шила, детей смотрела. Не нужно выбирать работу, все нужно уметь делать. Не нужно никому делать плохого. На зло тоже отвечайте добром. Только так можно победить. А то, что пришлось пережить, вспоминается слезами. Фериде Мурадосилова родилась в одном из ныне несуществующих сел Первомайского района. Она воспитывалась в многодетной семье. Шесть лет уже тяжело трудилась. После окончила восемь классов школы. Началась война. Спустя время 15-летнюю девушку немцы увезли в Германию. Там в трудовых лагерях она проработала три года. Если в Крыму разводили лошадей, то в Германии коров. С их помощью вспахивали землю. Но основную работу мы делали своими руками. Так я шесть месяцев проработала у одной женщины. А потом до освобождения работала у другого человека. После освобождения всех военно-пленных крымских татар из Германии отправили в Сибирь, Казахстан и Узбекистан. Так Фериде Мурадосилова попала в Самарканд. В 45-м вышла замуж за мамута Усманова. Вместе трудились, вместе искали родных в местах ссылки. После переехали в Фергану. Родители и близких нашли в Кашкадарье. Прошло много лет и семья с пятью детьми. В 89-м году вернулась на родину. Нам было очень тяжело. Нас не было где жить. Она нас 17 человек держала в этом доме, кормила, поила. Моя мама сама лучше. Сильная женщина. Одним словом. До сих пор ходишь и слушаешь ее. Хотя уже почти на пенсии. Никара Османова – невестка мужественной женщины. Она говорит, благодарна судьбе, что попала именно в эту семью. И то, что много лет назад у нее появилась такая замечательная мама. Она много, как невестке, мне дала замечания. Если были, но это было сделано так, что я понимала и старалась исправить. Вот, понимаете, во всех отношениях. Поэтому для меня это пример. Я благодарна, что у меня такая замечательная свекровь мама. Сегодня старшему ребенку Филиде Усмановой 68 лет, внуку 45, а правнучке 17. Несмотря на свой возраст, бабушка часто шутит. А самое главное – заставляет всех больше двигаться. Ведь движение – это жизнь. У нее во всем порядок, даже в огороде. Там чеснок посажен, а здесь пусто. А кто чеснок садил? Я с дочерью. Выйдя в огород, проверяет, хорошо ли пророс чеснок. Здесь все под ее наблюдением. У бабушки даже есть свой инвентарь. Работа для нее в радость. Это и есть ее секрет долголетия.